Что такое Ян Бизнес Клаб и почему нас сюда позвались? А у нас сегодня такое, видите, white party. Мы едем в загородный комплекс, он называется Навиг. Друзья мои, никогда не повторяйте такого, как делал я. Он прекрасно знал, что он один из лучших. Друзья, привет, мы начинаем наш новый ввод. Мы едем в загородный комплекс, он называется Навиг. И сегодня 4 года Ян к Бизнес Клабу. Это будет день рождения, который был поставлен на паузу в связи с карантином. А я еду поддерживать вот этого самого лучшего мужчину. Потому что вот для этого мужчины, вот действительно, сегодня будет очень важный день, очень важный момент. Что это будет, вы увидите дальше. Друзья, ну что, мы приехали? А у нас сегодня такое, видите, white party. Ну что, немножко исторической справки. Врываюсь я в этот влог. Что такое Ян Бизнес Клаб и почему нас сюда позвали? Сегодня на день рождения клуба, 7 июля 2021 года. Это молодое бизнес-сообщество, относительно молодое, да, ему несколько лет, которое сумело построить бизнес-комьюнити людей. В Киеве больше 500 человек, в Лондоне, Дубае, Нью-Йорке. Если я опять же не путаю цифры, это больше тысячи участников. Эти ребята претендуют на то, что они один из самых больших бизнес-клубов в Европе. Говорю один из, не хочу соврать, не знаю до конца материал. Мы недавно познакомились с Андреем Стопчуком. И он нас сегодня пригласил на это мероприятие. И мы с удовольствием для вас это осветим. Мы сейчас выпьем один из самых лучших коктейлей, сделанных на чивосе. Это классика. Но самое интересное, что классику не все могут повторить. Называется коктейль Холлинс. Вот его ингредиенты. Но здесь его делают вкуснее всего. Друзья, наше мероприятие продолжается. Идем этот клуб. У нас сейчас на сцене Андрея Стопчук. Он пришел к Сергею Гайдайчуку. Захотел создать клуб. Он сказал, что вы есть большие, классные предприниматели, которым уже там... Он не хотел сказать, что старперы. Он сказал, что вы уже сложившиеся. А мы создадим молодых, дерзких, которые придут и вас потом поменяют. Звучало примерно, как вам пора идти на пенсию. Привет, привет. Все замечательно. Сейчас вот этот человек готовится к выходу на сцену. Скоро будет на сцену, ты переживаешь? Немножко волнует. Думаю, надо что-то сказать. Я вот так вот переживаю. А он говорит, что я бы не выжила. Я бы вышла, но боялась. Но я бы не выжила. Друзья мои, никогда не повторяйте такого, как делал я. Это огромнейший кусок энергии просто. Я даже сам думаю, что второй раз я точно не хочу так повторить. Вот у Миши есть... Миша, да? У этой женщины есть муж. Да? И вот этот муж, он говорит о том, что нужно жить в балансе и с удовольствием. Я тоже живу с удовольствием, но сильно не в балансе. У меня, как вы поняли, выходит на сцену. Для меня это очень дорогой человек. Почему я его называю Бадик? Мы три года назад, даже больше, три с половиной года назад, пошли на программу Лидер Купи. Это такой тренинг, когда на протяжении трех месяцев ты из большой команды, там 50 человек, объединяешься и приходишь определенные испытания. Есть тренер, и каждому человеку удавался один Бадди. Это человек, который отвечает за твой результат так же, как за свой. Так как мы были в одной команде, и я увидела, что Женя уходит. У Жени, у его Бадди, умерла мама, и она отказалась от того, чтобы проходить тренинг. Короче, он собирался уходить. Что-то у него там в жизни не пошло не так. Она такая, ну, все, не судьба, уйду. Я увидела этот момент, подошла к нему со своей Бадди. Сказала, слушай, ты куда? Он такой, я ухожу. Говорит, нет, давай, оставайся. И, короче, у нас такое было, трея Бадди. И с того момента этот человек появился в моей жизни. Я благодарю Бога, благодарю мир, благодарю тренинг и все, что просто можно благодарить. Это человек, который был свидетелем на моей свадьбе. Его жена была свидетельницей. Когда они родили Платона, мы приехали, чтобы встретить их с роддома. Это было 31 декабря. Мы отметили вместе этот праздник. Такое ощущение, что это самые родные люди на планете. Я понимаю, что вот этот момент, да, буквально секундочка поменялась. Все в моей жизни и связалась с такими хорошими людьми. Поэтому я здесь сегодня нахожусь. Поэтому мне важно, чтобы он выступил классно. А я расскажу вам коротенькую историю. Жил-был очень крутой бизнес-тренер. Тренер по продаже. Он прекрасно знал, что он один из лучших. Игорь Никита Бляков, браво. Он самый крутой. Привет, давайте. Доставки. Субтитры подогнал «Симон»